И мы возвращаемся к проблеме чтения, которая сегодня уже у нас была начата Натальей Тишиновой. И сейчас к ней присоединяется еще Виктория Пенькова, мама особенного ребенка, которая помогает ей в этой работе. Они расскажут уже о дальнейшем обучении чтения не на первых этапах, то, что было в первой части учебления, а во втором-четвертом классе. Пожалуйста, коллеги, мы вас слушаем. Еще раз здравствуйте всем, с кем уже виделись. Сейчас загрузится наша презентация. Не грузится презентация почему-то. Вот. Нет, это не то. Это видим. Сейчас. Вика, проверь, подавление наверху. Вика, проверь. У меня все хорошо, я тебя хорошо слышу. Хорошо слышно? Алло, Наталья? Да, хорошо слышно. Я пока поздороваюсь. Да, да, да. Добрый день всем участникам вебинара, фестиваля «Люди как люди». Грузится наша презентация медленно. Я с трудом зашла на платформу, долго не загружался почему-то. Видимо, очень много участников, и это приятно, что все с нами сегодня на нашем фестивале. Добрый день. К анализу текста. Мы их обучали отвечать на вопросы, обучали ориентировкам в тексте небольшого объема и достигли определенных результатов. И чтобы показать вам, чтобы вы наглядно представили себе уровни, каких детей мы сейчас будем вести речь, я покажу маленькое видео, до какого уровня выполнения заданий дошли наши дети в конце первого дополнительного класса. Потому что, чтобы понять суть адаптации, хочется, чтобы вы представляли конкретно, о чем идет речь. Какой вопрос мы... На какой вопрос ответ ищем? Что в рассказе «Голубое» ищем? Где написано «Голубое»? Голубое. Где? Какой вопрос? Голубое. Где написано? Вот здесь в рассказе ищем. Голубое. Что «Голубое»? К сожалению, весь мир не был. Так, значит, какую картинку приклеиваем? Вот эту. Да. Красота. Так. Так, дай. Что бежит по небу. Так. Пушистые обрака. Так. Какую картинку будем приклеивать? Приклеиваем обрака. Давай. Прекрасно. Дальше. Что тает? К сожалению, видео виснет. Что тает? Что тает? Кого-то оно, может быть, не виснет, только у меня. Ищи там, где тает написано. Вот здесь ищи, где написано «тает». Тает на земле. Это другое предложение. Где написано «тает». Покажи пальчиком «тает». Где написано. Я остановлю видео, потому что очень тяжело так, конечно. Мы много времени сейчас потратим. Значит, чему мы научили ребенка к концу первого класса? Мы научили его читать маленький текст из семидесяти предложений. Семидесяти, имею в виду максимум где-то десять. И научили ориентироваться в этом тексте, ища ответы на буквальные вопросы учителя. То есть, если учитель задает вопрос, то есть, если в тексте написано «по небу плыли пушистые облака», то учитель задавал очень конкретный вопрос, что плыло по небу. И задача ребенка была найти вот эти ключевые слова, увидеть их в тексте и посмотреть, что говорится вместе с ними. Таким образом, ответить на вопрос и сделать этот перенос информации с одного как бы листа на другой. С одного визуального материала на другой, на материал задания. Эта работа была очень как бы долгой, которую мы делали со всеми теми методами, про которых я рассказывала в первой части вебинара. И эта работа, конечно же, индивидуальная. То есть, мы могли научить детей ориентироваться, например, на визуальный, и мы научили это делать, ориентироваться на визуальный материал на экране, на презентации, представленной на экране, и потом находить такие же картинки у себя в листочках, лежащих на парте. Но если мы давали ребенку задание выполнить что-то, записать, вписать правильные ответы, то, естественно, ему нужна была в этот момент очень, ну, как бы обязательно нужна была индивидуальная помощь. Эту помощь ему оказывали как учитель. Кому-то учитель, кому-то тьютор. Дети у нас все разные. Кто-то в большей степени нуждается в помощи, кто-то в меньшей степени нуждается в помощи. Но эта помощь все равно всеми нашими силами была внутри класса организована. И потом наш, как бы, первый класс закончился, и перед нами встал весь объем программы, который представляет программа 2-го, 3-го, 4-го класса. Если мы говорим про вариант 8-2, то, как бы, грубо говоря, первый класс, первый дополнительный класс нам даются на раскачку, а второй, третий, четвертый класс должны более-менее соответствовать заявленной программе, или же должно быть принято решение, что ребенок этой программе не соответствует, и он переводится на более низкий вариант программы. Но мы посчитали, что мы хотим продолжать эту работу дальше, что наши дети могут учиться дальше по этой программе, если мы эту программу адаптируем определенным образом. И тут я могу только благодарить Викторию, которая появилась в нашей команде. И вот я благодарю Викторию за то, что у нас с ней получилось создать такой тандем, благодаря которому нам получилось наладить работу по адаптации программы и в помощь учителю, в помощь ребенку для того, чтобы эффективным образом наладить эту работу с текстом и помочь ребенку эту программу освоить. И сейчас я передаю слово Виктории. Спасибо большое. Спасибо. Для меня большая честь быть частью вашей команды, потому что на самом деле я столкнулась в реалиях нашей жизни, что педагогов, которые самоотверженно идут штурмовать новые знания и применять их на практике, очень мало. И найти таких педагогов – большая редкость. И большая честь для меня быть с вами вместе. Литературное чтение, второй класс – один из основных предметов в школе. И педагоги делают одной большой командой это и делают этот материал не только доступным, но и интересным для детей. Мой ребенок сейчас учится во втором классе, обычного регулярного класса, где 30 человек. И я понимала два года назад, что на учителя возложится большая миссия адаптировать материал не только для моего ребенка, но и для других детей, потому что в классе разные дети с разными дефицитами, и всех в классе нужно охватить. И как это делать с детьми, где 30 человек, мне, например, не представляется возможным. Поэтому я подумала, что если я ничего не предприму, наша история будет очень грустная, либо мы будем сидеть в классе где-нибудь там в уголочке и тихо что-нибудь рисовать, какие-нибудь разукрашки, либо мы начинаем участвовать в этом во всем процессе. Потому что я понимала, что у учителя инструментов адаптации программы как таковых нет. Я имею в виду обычного учителя, который никогда не сталкивался или который думает, что он знает или представляет, как он это будет делать. Но, опять же, повторюсь, физически адаптировать все четыре предмета математика, русский, окружающая литература практически невозможно. Готовых решений тоже не было на момент, когда мой ребенок пошел в первый класс. Кто будет адаптировать, как будет адаптировать, будут ли вообще адаптировать? У меня просто не было. Я думаю, что и сейчас такой вопрос тоже стоит у родителей, которые идут в первый класс, в школу, потому что, ну, готовых вообще инструментов и готовых вариантов нет. Вы приходите как все с чистого листа. Я купила учебники по программе, в нашем случае это программа «Школа России». Я просто села за компьютер и стала адаптировать программу под потребности своего собственного ребенка. Но на тот момент даже с готовым адаптированным вариантом, который был у меня, как им пользоваться внутри класса, где есть 30 человек, учитель тоже не представлял. И, если честно, я тоже не представляла, как это вообще делать. Но, как правило, у особых мам включается чуйка такая какая-то, и она включилась и у меня, я просто стала действовать по наитию. И я просто должна была сделать так, чтобы моему ребенку было не скучно на уроке, чтобы он мог пользоваться материалом урока, а не учебником, который непонятно для кого был написан. Ну, видимо, нет, понятно для кого, для обычных детей, но для наших детей это совершенно не то. И вот от этого я начала отталкиваться. И, кроме того, у меня еще были задачи, чтобы ребенок участвовал в уроке, на уроках вместе со сверстниками, и чтобы он не только участвовал, но и был успешным. Для него это важно, очень важно. На сегодняшний момент до сих пор остается это важно, его успешность среди сверстников. Но самым большим страхом было не растерять все то, что мы сделали до школы, потому что я понимаю, какой марафон проделывают родители, сколько навыков формируют у детей, и как страшно это все растерять в первом классе, когда ты приходишь, а там ничего нет. Особенно если это обычный регулярный класс, где, опять же говорю, не меньше 30 человек детей в классе. Итак, перед нами литература. У нас есть учебник, у нас есть учитель, есть дети, есть программа «Школа России». Но без применения прикладного анализа поведения, без адаптации учебников и материалов, этот учебник и предмет будет скушен, неинтересен и непонятен ребенку совершенно. Мы начинаем работу постепенно. И в первой части и Наталья Александровна, и Любовь Николаевна рассказывали про сказку «Теремок». Эти материалы для первого класса, для автономного класса, где работают Наталья и Любовь, адаптированы мною. И мы начинали именно с них. И начинали именно с этих простых сказок во второй год обучения детей в первом классе. Здесь простая сказка, простой текст, и визуальная опора простая, один единственный персонаж, чтобы постепенно ребенок учился читать текст, анализировать текст и ориентироваться в тексте. То есть он делит текст на смысловые части. Текст и картинка. Постепенно это поможет ребенку в дальнейшем найти информацию побыстрее в тексте. Следующая сказка – сказка «Петушок и бобовое зернышко». Это сказка уже второго класса. Как-то вечером моя старшая дочь писала сценарий к какому-то фильму, и в них есть такая штука, как раскадровка. То есть они пишут фразы и тут же рисуют картинки к этим фразам. Я подсмотрела в нее и поняла, что, скорее всего, мне это дело очень понадобится, и мне тоже научиться надо делать что-то типа раскадровки. Потом я вспомнила, что есть прекрасный формат чтения. Это наши советские диафильмы, которых сейчас много и в избытке. Вот по такому принципу и адаптировано сказка «Петушок и бобовое зернышко». Здесь иллюстрации, как вы видите, уже немного сложнее. Появляется еще один персонаж, появляется сюжет, но текст остается минимальным. Эти иллюстрации для педагога, который может разрезать, может использовать их визуально через Powerpoint, компьютер, как в мультике. Здесь вариаций, вариантов может быть много. Я начала адаптировать еще с тем смысл, с той целью, что я покажу, как я это сделаю, и вдруг у кого-то еще появится идея, как еще по-другому можно адаптировать. И на самом деле родители, которые подключались потом, адаптировали для своих собственных детей, уже немножко по-своему, потому что я понимаю, что адаптация – это очень индивидуальная работа, и кому-то подойдет картинка с петушком и с курочкой, а кому-то не подойдет. И там нужно подбирать совершенно другие способы. Дальше появляется у нас сложный текст второй класс. Второй класс мы начинаем с простых сказок. Вот «Петушок», «Бобовое зернышко», «Каша из топора», «Лиса и журавль». Очень простые сказки, такие, чтобы вспомнить, что ребенок, что дети, чему дети научились в прошлом году, в первом классе. И вдруг резко для наших детей обрушивается шквал невероятно сложных произведений. Наш любимый Александр Сергеевич, басни Крылова, в произведениях добавляется множество иллюстраций, много текстов, и к каждому тексту нужно подбирать свою иллюстрацию. Очень выручают, конечно, диафильмы. Диафильмы, если это стихотворение, то там, ну, либо делать фрагмент стихотворения, большого стихотворения, вот сказка «Рыбаки и рыбки», можно взять фрагмент и как-то попробовать его подать на уроки. Либо это адаптируется целиком и полностью, но тут уже просто берется диафильм, и есть прекрасный диафильм, и каждая иллюстрация соответствует тому, что происходит в тот самый момент на картинке. Есть произведения с текстом, вот по примеру Бориса Житкова «Храбрый утенок». Все произведения мною читаны, перечитаны, и я стараюсь, ну, не корректировать, а формулировать предложения, чтобы они были простыми для понимания. И опять же, без визуальной опоры и картинки к этим текстам было бы сложно понять, про что это вообще. Еще раз повторюсь, что картинки к текстам, адаптацию картинки можно брать из диафильмов, их много, можно брать из мультфильмов, можно брать из иллюстраций книг, и можно подбирать иллюстрации, но здесь уже должна включаться фантазия того, кто адаптирует, и подбирать в соответствии с тем, что написано в тексте. И пример сказки Федорина Гори, это сложная такая сказка, здесь очень много персонажей, но опять же, здесь выручает диафильм, на котором нарисованы те герои, которые соответствуют героям в тексте, скачут сито по полям, а корыто по лугам. Ну, понятно, что сначала, возможно, нужно ребенку объяснить, что такое сито, что такое корыто, но потом это будет проще соотнести текст с картинкой, и ребенок точно не вклеит сюда топоры или сковородку. Дальше идет у нас третий класс. Третий класс материал еще сложнее, еще больше времени требуется на адаптацию и текста, и поиска картинок, потому что здесь появляются произведения с моралью, произведения такие объемные, и по сюжету, и по персонажам. Если, опять же, берем стихотворение, то здесь очень сложно что-то в тексте сокращать и адаптировать. Я, к сожалению, не поэт и не могу сократить фразы, но если есть текст, вот «Великие путешественники», там «Мышонок пик», «Кополуха» те же самые, здесь приходится с текстом очень много работать, чтобы сложно сочиненные, сложно подчиненные предложения делить на простые, чтобы при этом не потерялся смысл произведений, потому что, ну, тогда непонятно будет, про что это. И я надеюсь, авторы произведений меня поймут, зачем я это, с какой целью я это делаю. четвертый класс, да, самый такой сложный, самый такой объемный, и к концу четвертого класса, конечно, у нас большие цели, чтобы в руках у ребенка, у детей был материал, с которыми он смог работать, который он смог прочитать, смог дать нам обратный ответ, что он понял из содержания, какие сделал выводы, что понравилось, не понравилось ему это произведение. И, кроме того, для меня очень важно, чтобы материал визуально был не только правильным, корректным, и доступным для ребенка, и для педагога, чтобы удобно было с ним работать, но и визуально-эстетически красивым. Я, конечно, понимаю, что, например, в ресурсном классе на уроке литературы тьютер может на коленке быстро нарисовать схему, алгоритм, персонаж. Это, конечно, высший пилотаж, если тьютеры так умеют, но по опыту в обычном регулярном классе сложно работать с учебником по литературе. И опять потом же надо, нужно работать с текстом дома, нужно работать с текстом, когда идут тесты. Поэтому мне кажется, что проще понять не будет, когда на руках у ребенка будет адаптированный материал. Итак, произведение прочтено, и у нас подключается следующий формат – это тест. Тест к произведению. На примере теста «Храбрый утенок», напомню, это второй класс, тест выполнен в формате «Вопросы». Надо найти из трех вариантов ответа. Среди вариантов. Тест выполняется ребенком вместе с материалом, с адаптированным текстом. Для того, чтобы ребенок видел визуальные опоры по картинкам. То есть, если вы обратите внимание, вот здесь девочка нарисована с фразой «Вечером хозяйка убрала тарелку и говорила, должно быть, утята заболели, что-то с ними не так». И в тесте есть вопрос, что говорила хозяйка, когда забрала вечером полную тарелку. И три варианта ответа. И ребенок, работая с тестом, у него будет опора на эту девочку, на эту картинку. Он будет искать ответ на этот вопрос, опираясь на эту картинку. И опять же, мы делаем так, что кроме трех вариантов ответов, у ребенка есть уже начало подсказки, то есть начало полного ответа, который он должен либо написать, либо напечатать, либо проговорить, да, чтобы мы поняли, усвоил ли он, понял ли он произведение. Или вариант следующий, тестовый по произведению Драгун. А, прости, тут видео должно быть, да? Светится тоже будет видео. Я надеюсь, оно не будет зависать. Мы хотели продемонстрировать работу с тестом и с текстом. Для чего ребенку нужен вот этот вот адаптированный текст, кроме того, чтобы почитать произведение. Если вы возьмете учебник, ну, второго класса в меньшей степени, да, то учебник третьего класса, он сложный уже. Огромное количество текста, и в нем очень сложно ребенку сориентироваться, да, ребенку нашего уровня. Поэтому ему, вот без этого адаптированного текста, в котором можно легко найти нужную информацию, не обойтись. Теперь очень важный момент. И в тесте, и в тексте картинки как те же самые, да? И вот сейчас на видео будет видно, как ребенок, я надеюсь, видео не будет зависать, как ребенок с помощью, с опорой на картинку, которую он видит рядом с заданием в тесте, ищет нужный отрывок вот в этой книжечке или там на экране планшета в тесте, да, как ему эта картинка, специально подставленная туда к заданию, помогает сориентироваться в большом объеме текста. Я надеюсь, очень сильно что-нибудь будет зависать. Читай еще вопрос. Читай, вот тут читай. Читай. Это так или нет? Да. Там было, что он кушал овощи и траву? Нет. Вот такой картинки тут нету. Вспоминай, где говорилось про то, что он кушал? Он кушал овощи и траву. Найди картинку, где показано, что они там кушали. Нет. Что они кушали? Вот такой картинки тут нету. Какую еду они кушали? Овощами. Они овощи тут кушают? Они овощи тут кушают? Это овощи? Нет. А что это такое? Это овощи? Ну, листопадники пищат, прокладались. Дальше. А хапку Ива в веток притащил для них из кладовой листопадничек. Тут говорится, чем питался листопадничек у бобров? Говорится? Нет. Нет. Так, еще дальше, значит, в другом месте. Смотри. Вот, если с вами ничего спрашивали. А где у вас репка лежит? А бобры отвечают. Нет, у нас репки. Бобры и вову и осиную кору кушают. Что написано? А это только у меня виснет, или у вас тоже? Моя чонок. И вовые ветки. Да? И осиную кору кушают. Значит, где ответ? Какой ответ подходит? Очень жаль, что виснет. Ну, я попробую рассказать тогда своими словами, иначе время наше идет. Что делает ребенок? Вот сейчас видно крупно на фотографии, на экране, что он читает задание, да? И, как я говорила, ну, это уже третий класс у ребенка, да? У него вопросы будут не такие буквальные, как мы делали в начале второго класса, в конце первого. То есть, дальше. Рядом с вопросом есть картинка, которая является визуальной подсказкой на то, где искать информацию к этим вопросам в тексте. И наша задача – научить ребенка вот эту вот, эту ориентировочную реакцию делать быстро самому, да? Для этого ему нужен или распечатанный текст, лежащий перед ним, или же, ну, научить его листать эти странички презентации на экране, например, планшета или компьютера. И дальше ребенок должен найти нужное предложение с нужной информацией вот в том абзаце, который находится на этой странице рядом с этой картинкой. И вот эта работа – это как бы не, конечно же, это индивидуальная работа. Вот это занятие с этим мальчиком я делаю в индивидуальном формате у него дома. И я, если честно, не вижу другого выхода, тем более, если ваш ребенок учится в инклюзии, кроме того, как прорабатывать все содержание материалов и по литературному чтению, и по окружающему миру, кроме того, что вы будете тренироваться делать задания по математике русскому дома, да? Потому что от того, что ребенок посидит в классе и что-то там услышит, его знания от этого вряд ли прибавятся. Если мы хотим, чтобы он эффективно усваивал эту программу, если у него программа 8.2, она не подразумевает как бы снижение требований к нему, он должен отвечать и получать оценки по тем же самым критериям, грубо говоря, как и обычные дети. То есть он должен овладеть материалом. И надо понимать, что учитель в инклюзивном классе не в состоянии с ним проработать этот материал детально. Поэтому, естественно, эта работа упадет или на плечи родителя, или на плечи какого-то специального педагога, который будет с ним индивидуально заниматься, или в самом лучшем варианте вот эту работу может взять на себя логопед. Если у ребенка есть занятия с логопедом по его заключению по МПК, то гораздо больше пользы логопед и дефектолог тоже, в частности, могут принести, если они будут дорабатывать материал, проходимый в классе, в индивидуальном порядке на своих занятиях. Но для этого они должны тесно сотрудничать с учителем. Вот это вообще редкое явление, к сожалению, которое встречается в инклюзивном образовании. Я продолжаю, да? Я только отвечу на несколько вопросов. Я мама особенного ребенка, я не тьютер у него в классе. Мой сын учится в обычном регулярном классе, в классе 30 человек. В классе, кроме него, есть еще дети с особенностями. Поэтому справляемся общими усилиями, насколько позволяют возможности и школы, и меня. Следующий тест, формат теста, про храброго тенка мы рассказали, и Наташа дополнила, как мы работаем с этими тестами. Следующий тест, он живой и светится, Виктора Драгунского, это третий класс. Здесь картинки чередой идут, и рядом текст. Здесь текст с одинаковыми картинками, и ребенок здесь не только может отвечать на вопросы, но есть такой формат, как ребенок соотносит текст и картинку. Если взять формат аппликации, то это тоже будет хорошей работой для понимания текста. И после такой работы мы постепенно готовим ребенка к пересказу, в самую сложную форму работы с текстом. Итак, что у нас получается? Наташа, ты будешь ставить еще одно видео, или все, объяснит, будет? Итак, какие у нас цели тестов? Тестов у нас... По поводу живой и светится, не буду ставить видео, потому что времени мы потеряли из-за того, что все это висит. Не успеем просто договорить. Значит, вот этот формат, там на видео, которое мы хотели показать, ребенок пересказывает, да? То есть, как велелась работа с помощью этого текста. Прочитав несколько раз текст в таком виде, он уже у него каким-то образом в голове структурируется. А потом мы разрезаем картинки от текста, выкладываем серию картинок, да? То есть взрослый может рассказывать кратко основные события текста и просить ребенка подобрать эти картинки. Ребенок должен уметь ориентироваться в таком объеме картинок с таким количеством деталей. И потом мы просто читаем кусочки текста и подкладываем заново под эти картинки. То есть восстанавливаем текст. Постепенно-постепенно, уменьшая подсказки, не буду сейчас говорить, как это очень долго, мы что делаем? Мы оставляем одни картинки. Мы убираем текст и оставляем одни картинки. И в итоге ребенок у нас может пересказать содержание, опираясь только на эти картинки. И вот на видео, которое не получается нам показать, 24 картинки в этой серии, и ребенок, ну как бы кратко, да, но делает весь пересказ достаточно сложного текста обезьянка, про обезьянку Яшку. Вот. Что хотел сказать? А, еще можно быстро добавить? Про аудиослушание вопрос есть. Используем ли мы аудиослушание для изучения литературного произведения? Вы знаете, вот, наверное, можно использовать аудиослушание, но я думаю, что нам это вряд ли поможет в работе над содержанием. Мы учимся с детьми в первую очередь, как бы, активному чтению, да, то есть мы не просто так читаем, мы тут же анализируем текст, то есть мы задаем по нему вопросы и учим детей искать информацию. То есть мы, грубо говоря, работаем над навыками диалога параллельно над навыками анализа этого текста, потому что оценка ему будет ставиться не за то, что он три раза послушал, а за то, что он смог ответить... Продолжил про тесты, вернее, закончил уже про тесты. И так у нас получается, что мы цели тестов... В итоге мы должны понимать, что ребенок может назвать произведение, название произведения, он может назвать автора произведения, он может назвать главных героев произведения. Для нас важно, чтобы ребенок смог дать простой анализ произведения, например, если в произведении было указано время событий, если краткая характеристика героя, там, грустный, веселый, добрый, злой, ответы на вопросы «да», «нет», понравилось, не понравилось, что сначала было, что потом было, и если ребенок может ответить и жанр, и смысл этого произведения будет вообще просто великолепно. И к концу... Ой, не то. И к концу третьего класса появляется еще один формат пересказ, и в итоге ребенок на руках имеет не только навыки работы с текстом, то, что вложили в него педагоги, он имеет три формата работы с текстом. Это сам текст адаптированный, тест к нему и пересказ. Вот по такому принципу я сделала Михаила Зощенко, «Великие путешественники», в трех вариантов, что позволит ребенку еще лучше понять произведение, и почитать, возможно, самостоятельно. Дальше... А дальше у нас идет приемыш. Наташа, что мы с тобой делаем с приемышем? Попробуем показать видео. Если будет висеть, буду рассказывать по словам. Вопрос... Пока отвечу Дарье. Буду писать пока ответ Дарье. Какой рассказ написал мамин Сибиряк? Какой рассказ написал мамин Сибиряк? Написал мамин Сибиряк. Написать, рассказ, приёмся. Отлично. Про кого рассказ приёбышь? Повторяем вопрос. Про кого рассказ приёмся? Повторяем ответ. Приёмся. Приёмся. Про кого рассказ приёмся? Приёмся. Повторяем. Хорошо. Про какое историческое было лицо? Так, смотрим сюда текст. Морсами. Какое было? Морсейнами. А ещё какое? Тягурое. Загорелое. Значит, как ты будешь отвечать на вопрос? Род plate, ответ. Как и было. Лизю, выra. Морсейн. Вика, у тебя дублируется аудио-видео? Не было, значит, как ты будешь отвечать на вопрос? Род faculty, ответ. Вика, у тебя дублируется аудио? Род plate, ответ. Вика, слышишь? Значит, как ты будешь отвечать на вопрос? Ответа на вопрос. Понял, ответа. Да. Лечу глина морщинами. С морщинами. И? Сагирой. Какое? Сагирой. А, Вич, напиши. Лечу. Какую букву пишем? Всебожные буквы. Почему? Потому что это... Потому что имя. Лицо это не имя. Лицо это начало. Начало белого бюджета. Наташа, везде точно синий. Все. Жалко, конечно. Виктуй. Лицо. Грое. Какая была борода у старика? Борода была. Сидая. И? Оградистая. Отлично. Как будешь писать? Всебожные буквы. Как будешь писать? Что будешь писать? О, всякие. Да. Вначале были грязеньи. Правильно. А что ты будешь писать? Такой ответ. Ну, скажи, каким полным ответом будешь писать? Давайте я выключу. Очень жалко, что все висит. Очень жалко. Потому что, как бы, мы хотели показать вам видео, чтобы не быть голословными. К сожалению, все висит. Что хотели мы сказать этим видео? Слышно? Что мы хотели сказать этим видео? Что в процессе вот этой индивидуальной работы дома или на индивидуальных занятиях? У меня видео до сих пор звучит. Вика, звучит видео или как? Почему? Потому что... Все? Выключилось видео? Что мы хотели сказать этим видео? Значит, вот во время этих заданий дома или на индивидуальных занятиях мы прорабатываем детально весь текст. И дальше там на видео, к сожалению, оно очень плохо. Что-то, не знаю, ничего не работает. Идет вообще, как бы, словарная работа, да? То есть, у этого ребенка грубые нарушения речи, помимо того, что у него есть аутизм, и достаточно объеденный словарный запас. И мы используем работу над литературным чтением именно для обогащения его словарного запаса и для работы над фразовой речью. Ну, потому что по-другому никак. Вот. И, например, все незнакомые слова, которые мы встречали в тексте, мы приучили ребенка выписывать в отдельную тетрадочку. Мы завели тетрадочку, назвали ее «Толковый словарь». И каждое новое слово мы вместе с ним пытаемся толковать. То есть, придумываем какое-то очень простое объяснение. Например, «Приемыш был сирота». Кто такой сирота? У него нет мамы и папы. И постепенно, по мере того, как в процессе выполнения уроков или чтения книжек или другой какой-то деятельности ребенок встречается с новой незнакомой слова, он их выписывает себе в эту тетрадочку. И что еще происходит в процессе такой работы? В процессе такой работы мы учим ребенка любить чтение. То есть, он не выполняет эти задания, потому что так надо, потому что иначе его будут ругать, поставят двойку и скажут перед всем классом, ай-яй-яй, какой нехороший ученик. Он не делает это ради этого. Он получает удовольствие от самого процесса. Этот ребенок, в частности, я показывала в видео, когда он был совсем маленький, в первой части моего доклада, когда мы с ним только работали вообще над становлением множественного контроля и подготавливали его к работе с текстом. Теперь этот ребенок учится в пятом классе. Ему сложно, конечно, по программе пятого класса, но он очень любит учиться. Он с удовольствием слушает, когда ему рассказывают. Он любит книжки, ну, простые книжки, которые сделаны вот как бы так же, как в виде презентации Квиттории. То есть, это, конечно, не его возраст. Не соответствует его там 14 годам, которые есть у него сейчас. Но ребенок любит читать. Ребенок интересуется детской литературой. И как бы для его будущей жизни, для его социального развития это очень важно. Это как бы основная цель, которую мы, собственно говоря, перед собой и ставили. Наташа, я могу дальше, да? Чтобы продолжать любить чтение летом, у нас есть такой формат, как вне классное чтение. Он есть у обычных детей, он есть и у наших детей. Во внеклассное чтение у меня подпадают те книжки, которые мы не читаем по нашей программе «Школа России». И когда родители заказывают эти произведения для своих детей. Есть такие заказы интересные дети, которые просят адаптировать их любимые произведения с их любимыми персонажами. У меня был мальчик, почему бы он и есть, который очень любит фильм «Золушка». И его мама попросила адаптировать всю сказку «Золушка» вот с героями именно этого фильма. Ребенок счастлив, ребенок читает. Есть еще такой вариант, такая подсказка для вас. Есть очень много зарубежной литературы, и эта литература на иностранных языках. Я нашла книжку Джонатана Свифта на английском языке. Она сделана по принципу комикса. Это тоже очень хороший и правильный формат для наших детей. Там уже нарисованы иллюстрации, и есть к этим иллюстрации простой, короткий текст. Если вы вспомните произведение Гулливера, оно достаточно объемное. Там очень много писательных всяких вещей. Это очень сложно для наших детей. И эта книга прям чудесным образом спасла меня, когда нужно было сделать адаптацию именно к этому произведению. Здесь нужно было только перевести на русский язык эту книгу, и она готова к работе с ребенком. Есть произведения, когда заказывают произведения, которые нужно прочесть по программе, а иллюстрации нет совсем. Вот вообще нет совсем. И очень сложно адаптировать к тем вопросам, которые нельзя потрогать, пощупать и нарисовать, кто лучше, как это изобразить, кто лучше, чтобы ребенок со смыслом понял и в итоге еще и получил за эту оценку, потому что это школьная программа. И приходится подключать всю свою фантазию. И вот здесь сказки с Владимира Сутеева «Кто лучше». «Кто лучше» у меня нарисовалась в виде короны. И главный персонаж, девочка этой сказки стала моя средняя дочь. Вот если вы видите, она там маленькая на экране. В итоге ребенок должен понимать, что не предметы самые лучшие, а лучший тот, кто держит эти предметы в руках. И не забывайте, пожалуйста, про мультипликацию. Нашу советскую, она прекрасна, и дети ее любят, и по ней тоже можно адаптировать зарубежную литературу и произведения. И дети с удовольствием это читают. Если у нас, даже не если у нас цель, чтобы ребенок любил читать и понимать произведения, значит, нужно искать возможности, чтобы помочь ему это сделать. Вот в мультике нам очень хорошо в этом могут помочь. И я еще раз хочу сказать, что без коллективной работы, творчества, без желания, очень мало что можно сделать. готовых форм, готовых школ, готовых педагогов и тьютеров. Их нет. Все равно приходится где-то доучиваться, где-то брать еще дополнительную информацию. И надо работать сообща, чтобы был успех у ребенка, чтобы ему было комфортно в классе. Да. И показать, давайте я попробую все-таки показать два еще маленьких, коротеньких видео. Значит, параллельно с работой с этими материалами, которые Вика для нас делает, мы учим детей все-таки работать с учебником. И начитаем эту работу со второго класса. Потому что некоторые произведения, они достаточно просты, представлены просто. И в некоторых произведениях, когда это хотя бы один разворот, вот учебник второго класса, стихи, например, Армения Барто, Чуковский и так далее, Михалков, в этих произведениях достаточно просто ребенка научить ориентироваться в текстах, как они представлены в учебнике. И эта работа ведется параллельно с той работой, о которой рассказывала Виктория. Конечно, в меньшем объеме, потому что наша основная задача – научить ребенка анализировать текст. И, как я уже сказала, не все учебники очень хорошо представлены наглядно. Я вам хочу показать маленькое такое видео. Это ребенок нашего автономного класса, который учится во втором классе. Читай. Сколько лет я этим лодочкам? Читай. Сколько? Сколько? Двенадцать. А где тут написано? Покажи. У меня зависает. У вас висит? Где написано, сколько лет лодорем? Висит? Вика, висит? А ты целый день им лет? Нет. Ищи, ищи. Нет. Ударь любит. Есть. Вот тебе, Катя, подсказывала. Вот на этой странице. Надо здесь искать. Ну да, у меня подвисает сильно. И ты на картинке подвисаешь. Висит, ищи, классно. Смотри, где лодори отвечают. Вот, к сожалению, висит. Ничего нельзя с этим сделать. Значит, перед ребенком лежит текст, тест, да, адаптированный тест. Ну, все, к сожалению, не получается. То есть перед ребенком лежит тест с простыми вопросами, на которых нет картинок. И есть текст учебника, да, но текст должен быть достаточно простой для способности ребенка в нем ориентироваться. И тогда с помощью различных подсказок, как правило, указательного жеста, мы учим его выискивать эту информацию. И информация будет как искаться? В вопросе, как мы уже раньше говорили, все, что мы говорили про условно-вербальную дискриминацию, это вот как раз про это. В вопросе есть ключевые слова. Например, сколько лет лодырям? И он должен найти лет лодырям в тексте. Да, он должен найти. Соответственно, для этого он должен быть знаком с текстом, прочитать его несколько раз дома или на уроке. И приблизительно хотя бы ориентироваться в структуре этого текста. Дальше мы ему подскажем, в какой части текста надо скорее искать. Естественно, мы не будем показывать вот прямо так точечно. Мы можем сказать, то есть ищи тут. Вот так. Ищи тут. И не буду показывать конкретно прямо вот место, куда он должен смотреть. Но хотя бы я ограничу пространство, куда он смотрит. Или я могу сделать вот так. Я могу сделать вот так. Вот в этой строфе ищи. Видно? То есть я ограничиваю просто там, просто обычным листочком. И так как эта работа ведется постоянно, ведется на всех уроках, на математике, на русском, на всех уроках, да, то наши дети как бы достаточно эффективно обучаются вот этой ориентировке. А наша цель конечная какая? Сделать так, чтобы перед ребенком лежал текст, пусть он будет адаптированный, перед ребенком лежал тест без всяких визуальных подсказок, без картинок, и чтобы он смог самостоятельно, полностью самостоятельно выполнить это задание, пользуясь только текстом. То, как будут сформулированы вопросы, это зависит от уровня понимания речи ребенка. Но наша задача сделать так с помощью поведенческих методов, с помощью убирания подсказок, с помощью положительного подкрепления и с помощью других разных всяких приемов, сделать так, чтобы ребенок смог это задание выполнить полностью самостоятельно. Потому что программа 8.2 подразумевает, что к концу обучения в начальной школе ребенок овладеет объемом информации, сравнимым с тем объемом, которым овладеет обычный ребенок. Если это ребенку будет недоступно, и уж педагоги должны понять это в процессе, будет ставиться вопрос о смене программы. Но всегда надо быть честными перед самими собой, перед родителями, потому что они в любой момент могут задать вам вопрос, когда вы скажете им, а не пора ли вам поменять программу на более легкую, на нецензовую. Родители могут задать вам вопрос, а все ли вы сделали, насколько эффективно вы адаптировали программу под особенности моего ребенка. Сделали ли вы все те условия, благодаря которым мой ребенок успешно обучался на своем уровне и смог приобрести знания? Вот каждый педагог должен ответить на этот вопрос честно. Все ли он сделан? Когда я курирую детей тоже в других школах, да, и очень непростая ситуация везде, особенно очень непростая ситуация в классах инклюзивных, где сидит, вот как Виктория рассказывает, большое количество детей, сидит наш аутичный ребенок, а в Москве еще как бы это дети из азиатских семей, дети, у которых русский неродной, и приходить туда с претензией, что учитель должна адаптировать весь материал и организовать эту инновационную работу суперэффективным образом, это, я считаю, ну как бы нечестно по отношению к учителю, да? Поэтому я как куратор беру на себя обязанность в данном случае помочь учителю с адаптацией программы, в случае Виктории, Виктория взяла на себя обязанность помочь учителю с адаптацией программы, всегда от учителя расположенность принять эту нашу помощь. И вот, к сожалению, не всегда это происходит, и очень жалко, да, потому что в итоге страдает только наш ребенок. Я всем желаю найти свою команду. Я благодарю Викторию за то, что она стала неотъемлемым членом нашей команды. Мы готовы делиться этими материалами. Мы делаем большой курс обучающий, в котором все материалы будут досконально представлены. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите нам на наши адреса. Будем рады вам ответить. Спасибо за внимание. Будем рады вам ответить. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Спасибо, Виктория, большое спасибо. Очень интересный содержательный материал. Если вы дадите разрешение какие-то из этих видео выложить на сайте, потому что не очень справляется наша площадка сегодня с показом видео, мы тоже с удовольствием это сделаем, чтобы люди могли уже пересмотреть их, действительно, зная ваш материал, да, и увидеть, что же там... Для этого нам надо получить разрешение на публикацию на сайте, потому что не все родители согласны были на это. Да, поэтому мы будем рады, если какие-то из них хотя бы мы сможем опубликовать, как результат вашей действительно титанической работы. Большое спасибо. И видео в любом случае сегодняшнего вебинара появится на YouTube-канале «Люди как люди» и на сайте ФРЦ. Спасибо. И сейчас переходим уже к последнему докладу, но прежде чем мы... Я представлю последний докладчик, я хочу сказать, что сразу по завершению работы сегодняшнего дня, в 18 часов начнется концерт на YouTube-канале фестиваля «Люди как люди», который создан специально в поддержку для информирования об аутизме, и вы можете перейти по ссылке, которую я сейчас бросила в чат, и посмотреть еще наших музыкантов, послушать обращение, которое будет между номерами организаторов этого фестиваля. И сейчас я хочу...